Октябрьская полиция пытается вычислить хакеров, которые неоднократно атаковали линию 103. После сбоев на телефонной станции скорой помощи правоохранители завели дело. Накануне вечером жители региона вновь не могли дозвониться до медиков, хотя линию уже обслуживает другой интернет-провайдер. Врачи признаются и сами изрядно вымотались из-за проблем со связью. Мы перешли сейчас на новые провайдера. Теперь национальная компания «Казахтелеком» является нашим основным поставщиком интернет-связи и телефонии. Сейчас ведутся следственные мероприятия по тем дням, когда у нас действительно были те сбои, где было официально заявлено, что на провайдера «Транстелеком» были какие-то хакерские атаки. По словам главврача станции 103, вчера вечером связь пропала примерно на 30 минут. Но жители жалуются в соцсетях, что часами не могли дозвониться до скорой. Что же происходит со связью и в чем на самом деле причина врала, теперь выясняет полиция. Подобные кибератаки, говорят медики, происходят в регионе впервые. Началось все на прошлой неделе. В пятницу вечером люди перестали дозваниваться на 103. Это продолжалось все выходные. Звонки перенаправляли на номер 112 департамента ПЧС и на оперативный колл-центр Акимата. Сегодня линия работает в штатном режиме.